Добрый вечер. Новости на АТР. В эфире ЗАМАН. 21 грузовик с контрабандой задержали на Донбассе прошлой ночью, сообщает СБУ. Фуры с продуктами направлялись в зону АТО и предназначались незаконным вооруженным фермированием так называемых ДНР-ЛНР. Совместная группа СБУ, прокуратуры, пограничников и волонтеров задержали груз близ села Новоселовка Донецкой области. У двоих мужчин, которые сопровождали караван, изъяли 60 тысяч гривен. Этими деньгами они планировали расплатиться за беспрепятственный пропуск через линию фронта. Спецслужбы также задержали в Киеве координатора группы контрабандистов, сообщает советник президента Юрий Бирюков. В четырех стенах без связи с родными провела 4,5 месяца волонтера организации «Патриот» Гайде Рязаева. Недавно ее освободили из плена боевиков так называемой ЛНР. Сейчас она на свободе и с ней пообщалась наша съемочная группа. Гайде дважды побывала в плену боевиков Луганской области. Ее называли агентом СБУ. Первый раз ее захватили в прошлом году на 3,5 месяца. В этот раз плен длился 4,5. Как вам удалось выйти из плена? Это был на самом деле первый обмен в Луганске за последние 4,5 месяца. Постоянно прошение на имя министра с просьбой меня обменять либо освободить. С другой стороны, менять меня они не могли, я гражданская. Это 4 стены, это отсутствие связи. 3 месяца не появлялись, никакие данные обо мне, где я нахожусь. То есть я числилась как без вести пропавшая. До плена Гайде сама занималась обменом пленах. Утверждает, что принадлежность к крымским татарам усугубляла ситуацию. Они знали, это, кстати, очень сильно усугубляло, что вот крымские татары, что вам в Крыму не нравилось, что вам дала Украина, что она там для вас делает, то, что вы переехали на Украину, вы бросили там все. Потом, когда они в интернете открыли про меня информацию, соответственно, они уже узнали все. Зачем вы поселили беженцев в дом Януковича, зачем вы делали то, это. Но впоследствии они стали меня даже где-то уважать как достойного врага. То есть если не менять свои позиции, неважно, что ты сидишь в плену, не в плену, нужно оставаться патриотом. Ну, как бы, ни в коем случае не менять свои позиции. В Крым Гайдэ не ездит. На Материке собирает гуманитарнку и отправляется с ней в АТО. Я не думаю, что Крым на сегодняшний момент спокойно меня туда запустит. Хотелось бы прямо сейчас. Наша Родина. Мы очень долго стремились. Я положила свою молодость на то, что я сама построила дом, вот, сама как бы обосновалась. У меня на сегодняшний день там ребенок, мама. Не оказываются они в давлении? Вы знаете, нет. Вот это вот, честно говоря, очень приятно. Потому что когда интересовались адресами, там, ну, родителей, вот, то есть где проживают и так далее, я очень сильно переживала, что будет какие-то обыски, либо какое-то давление там со стороны служб. Но слава богу, что все было нормально. Ее телефон не умолкает. Она спешит к себе в комнату. Сразу открывают ноутбук. Они со Сватова. А попали они на станице Луганской. Эльвина Тедулаева, Олег Козыкин, Заман, АТР. Телепрограммы «Голос Крыма» и «Крым. Реалии» будут транслироваться в эфире международного украинского телеканала «Ukraine Tomorrow». Об этом заявил советник министра информационной политики Сергей Костинский на конференции «Информационная амнезия. Почему украинцы забывают о Крыме». Цитирую. Министерство информационной политики берет на себя ответственность обеспечить трансляцию программ на телеканале «Ukraine Tomorrow» и заново созданном «ТРК Крым», который как раз и возьмет на себя функцию распространения контента за рубежом. Конец цитаты. Мы делаем все возможное, но, наверное, этого недостаточно. Нужно делать больше. Нужно делать невозможное. Нужно распространять информацию о Крыме в разных средствах массовой информации. Простите за эту автологию. Ну, что происходит? Цены очень высокие, сказали там. Все-таки. Крымские татары, они сейчас в очень сложной ситуации на своей же территории. То есть они дома, они могут, возможно, действовать и вести себя, и жить так, как они хотят. Сейчас очень сложно это. А Крыме ничего. А Крыме ничего. Крыме, что дороговизна там, что там продукты очень дорогие. И больше ничего я не слышала. У меня там отчим живет, а так больше ничего. Я даже с ним связи не имею. Думаю. Ничего. После того, в последний раз, когда Джамилева не пустили, больше ничего оригинального не слышал. Нет людей на пляжах. Это я читал, не слышал. А телевизор не смотрю. Я довольно мало знаю, что сейчас происходит в Крыму. Но я обязательно сегодня зайду в интернет, забью последние новости и узнаю. Военный Следственный комитет Российской администрации в Крыму начал проверку по факту избиения правозащитника Эмира Усиина Куку. Его сегодня вызвали на беседу. В апреле, по словам Эмира Усиина, в Крыму его жестоко избили сотрудники Федеральной службы безопасности. Тогда правозащитник на своей странице в Facebook выложил фотографии с побоями, полученными от российских силовиков. Подробнее о судьбе крымского правозащитника смотрите в следующих выпусках «Заман». В Симферополе уже в который раз объявили о начале капитального ремонта дорог. К середине сентября обещают отремонтировать 11 улиц. Работы уже начались на улице Леси Украинки. Проезд по ней был опасным, потому что ямы на одной из самых оживленных улиц города, по словам местных жителей, уже больше напоминали глубокие окопы. Навести порядок на дорогах – это одно из первых обещаний Российской администрации в Крыму. Суммы на реставрацию симферопольских дорог, если верить чиновникам, выделялись немалые. По разным данным – от 700 миллионов и до миллиарда рублей. Сейчас власти города сообщают, что они рассчитывают получить еще почти полтора миллиарда рублей. Местные удивляются, куда идут такие деньги, если отремонтированные дороги через неделю-другую снова становятся непригодными. Так произошло на улице Родионова. Недавно проведенный на ней ямочный ремонт не выдержал и первого испытания дождем. То, что ямы заделывают на две недели – это разница отмывания денег. Его бы новые ложили бы, было бы намного лучше. А смысл его златать? Он латанный уже сколько раз. И никто к этому не отдает никакого зачинения. Они не образуются в том месте, где его латали, они образуются рядом. Так дороги разделаются. Что еще сказать? Здесь надо капитально делать, дороги, арыки. Без арыка здесь будут всегда смываться. На 7 миллионов рублей штрафовали севастопольские заправки. Городская прокуратура российской администрации проверила соблюдение требований законодательства в деятельности автозаправочных станций. Установили, что качество топлива не соответствует требованиям государственных стандартов и технических регламентов. В частности, в бензине и в дизельном топливе обнаружили превышение предельного содержания серы. По данным фактам, прокуратурой вынесено пять постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении. Французские депутаты из так называемой группы «Дружбы Путина» приехали в Крым. Возглавляет делегацию сенатор Тири Мариани. В Европейском парламенте уже осудили эту поездку. Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичус отметил, визит абсолютно не совпадает с видением Европейского Союза. Украина пригрозила объявить французов персонами нон-грата, если они посетят полуостров с нарушением закона. Украина считает незаконным любой путь в Крым в обход территории Украины. Между тем, политиков пропутинского лагеря не поддерживают и на родине. Спикеру французского сената Жерару Ларше удалось отговорить двух сенаторов от поездки. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает Укринфорум. Ваяж делегации организовала Госдума России, а оплачивает его российская железная дорога. Нас пригласил Российский фонд мира. Со стороны Парижа инициативу поддержала Ассоциация «Франко-российский диалог», сопредставители которой глава РЖД Владимир Якунин и я. А украинские банки массово готовят иски против России. Потери украинской банковской системы из-за аннексии Крыма превышают 100 миллиардов гривен. Об этом сообщила исполнительный директор Независимой Ассоциации Банков Украины Елена Коробкова. В ближайшее время первые 10 украинских банков направят в Россию требования о компенсации убытков. Имя смертника, взорвавшего себя в турецком городе Суруч, установили правоохранители, сообщает Евроньюз. По данным следствия, 20-летний шейх Абдурахман Алагез присоединился к группировке «Исламское государство» несколько месяцев назад. Взорванная им бомба идентична той, что взорвалась во время демонстрации курдов в городе Диарбакыр в начале июня. Это произошло за два дня до парламентских выборов. Тогда погибли 4 человека, а во время недавнего теракта в Суручи – 32. В Турции не утихают уличные протесты. Люди возмущены вялой реакцией правительства на теракт. В Крыму произошел очередной конфуз. На разрекламированный фестиваль «Крымфест» не приехали ни музыканты, ни зрители. На размещенных в соцсетях фото и видео заметна пустая сцена. Хедлайнерами мероприятия должна была стать известная группа «Infected Mushroom». Однако коллектив отказался от участия в фестивале. На этом пока все. Больше новостей в Заман в 21.30. Всего доброго. Продолжение следует...